Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей и сегодня мы будем читать 15 главу этой книги. И сказал Самуил Саулу «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем, теперь послушай гласа Господа». Так говорит Господь Савауф «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда ушел из Египта, теперь иди порази Амалика и Ярима и истреби все, что у него. Не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». С одной стороны, мы уже с вами знаем, друзья, что Господь отверг Саула, потому что Саул — это царь, он не был по сердцу Господу. Но при всем при этом он был царь, и Господь продолжает действовать через него и дает поручение ему через пророка Самуила, и это поручение Саул выслушивает. Хотя реально Господь как бы перестал собеседовать с Саулом, но вот в этом случае Господь использует этого человека. Господь использует каждое обстоятельство нашей жизни. Даже злые какие-то обстоятельства нашей жизни, они используются Богом. Как блаженный Августин пишет, «Господь не попустил бы нам зла, если бы не имел намерения и само это зло обратить во благо». И Саулу дается приказ пойти наказать Амалика за то, что когда евреи выходили из Египта, 40 лет странствовали по пустыне, Амалик вступил во враждебные отношения с ними. Почему так важно все это сделать? Потому что если люди в этой жизни не получают наказание за свои преступления, то они без сомнения будут отвечать за них в жизни вечной. А если в этой жизни они уже понесли какое-то наказание, то здесь начинает работать принцип, библейский принцип, что заодно дважды не наказует. Поэтому любая такая казнь для отдельных людей или для целого племени, народа, это акция очищения этих людей. И напротив, если кто-то согрешает, но никакого наказания не происходит над ним, вот это можно назвать равнодушием небес. Когда приговор уже вынесен этим людям и огонь вечного пламени ожидает их в аду. Но если как только человек ошибается, он сразу подвергается наказанию, это проявление божественной заботы о нем, ни больше, ни меньше. Как в Писании сказано, кого Бог любит, того и наказует. А так как Господь промышляет о всем творении, то он эту заботу являет на самых разных людях. Эти люди не способны были принять религию Израиля. Их выбор был противоположен нравственным и моральным ценностям этой религии. Поэтому для них не было другой возможности спастись, как только через те наказания, которые посылает Господь. Иначе невозможно объяснить, почему Господь выносит такие строгие приговоры. Почему во время войны погибло такое огромное количество людей? Вторая мировая война. А в чем смысл? Почему Господь попускает разгул этого зла, если он не имеет намерения обратить его в добро? Мы как бы видим только часть Божьего замысла, начало пути, но мы не знаем, куда это все ведет. Поэтому из рук Бога мы должны научиться принимать не только хорошее, доброе, то, что с нашей точки зрения доброе, но и то, что с нашей точки зрения добрым не является. Но если Господь это попускает, это его решение, это его воля, кто будет ее спаривать. И далее мы читаем «И собрал Саул народ и насчитал их в Телаиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина». Ну, как мы уже ранее говорили, он все время считает, а сколько у меня людей. Для него это очень важный вопрос, но с точки зрения Священного Писания это неверно. Бог может одерживать победы как многим количеством людей, так и малым количеством людей. «И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине и сказал Саул киньянам, пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта и отделились киньяне из среды Амалика». Вот здесь мы видим, что сама цель для еврейского царя это не уничтожение людей, а наказание виновных. и царь понимает, что среди Амалика живут киньяне, и они-то как раз невиновны в преступлении Амалика, они, напротив, хорошо отнеслись к еврейскому народу во время их странствования, и Саул принимает решение отделить, как говорится, пшеницу от плевел, оставить плевела на поле, чтобы придать их ярости Божьего пламени. И поразил Саула Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом, и Иерима умертвил. Но Саул и народ пощадили Агага. И лучших из овец, и валов, и откормленных и гнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. Преступление евреев здесь заключается в том, что они начали вершить суд вопреки решению Бога. Если Господь постановил, что все должно быть истреблено, уничтожено, а они начинают сами решать, вот это как бы маловажно, это может действительно уничтожить, а вот это что-то ценное. Например, царь Агак, который был очень жестоким человеком, но за царя всегда можно получить какой-то выкуп, он представлял для них ценность. А разве для Бога не представляет ценность каждый человек от отрока до грудного младенца, как мы прочитали? разве Господь не промышляет о всем творении? Почему Саул решает за Бога, кого можно пощадить, а кого необходимо уничтожить? И было слово Господа к Самуилу такое, жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь. Вот здесь мы видим, что Господь как бы меняет отношение к Саулу, он уже поменял это отношение, и Господь высказывает сожаление, что он поставил Саула. На самом деле все эти выражения там Бог увидел, Бог услышал, Бог раскаялся, Бог пожалел, даже Бог возрадовался, они глубоко антропоморфны, они берутся из мира человеческих эмоций, но используются для того, чтобы нам было бы понятнее, что происходит. На самом деле Бог абсолютно бесстрастен, и Господь одинаково относится ко всему творению. И если люди живут по Его воле, например, исполняют Его закон, они остаются живыми благодаря этим заповедям, ибо исполнивший закон будет жив законом, а если кто-то нарушает законы Божии, он подвергает себя уничтожению. Как я часто объясняю, что любой грех, он суицидален, он несет в себе семена саморазрушения человеческой личности. И здесь мы видим, что Самуил взывал Господу целую ночь. Он молился за Саула, хотя он сам уже пережил разочарование в Сауле, но Саул в некотором смысле его царственный первенец, в том смысле, что он участвовал в поставлении первого царя над евреями. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу и известили Самуила, что Саул ходил накормил, накормил, и там поставил себе памятник, ну, некий памятный знак-то, камень, может быть. Но оттуда возвратил колесницу и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». То есть Саул царь и весь народ они пребывают в такой эйфории от победы и от большой добычи. И мы верующие часто переживаем какую-то эйфорию, когда нам кажется, что что-то получилось именно так, как мы думали, или даже значительно лучше. Но не всегда то, что мы считаем победой, а Бог также оценивает как победу. Ведь послушание выше поста и молитва. И хотя Саул и его люди могли не понимать, вот зачем Господь требует это, 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 а их задача была выполнить все строго, так, как требует Господь. И сказал Самуил, а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание валов, которые я слышу? Ведь Бог повелел перебить и всех животных. Кстати, есть такое объяснение, что животные разделяли участь с нечестивыми, потому что были осквернены нечестивыми, так как среди нечестия племен Ханаана было скотоложество. И Самуил, пророк, говорит, а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание валов, которые я слышу? И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и валов, для жертв приношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью, и сказал ему Саул, говори. Царь Саул как бы уже привык к таким дурным новостям со стороны пророка Самуила, и есть покорность в этом слове, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло предачами Господа? Вот здесь Саул обнаруживает, что на самом деле это не люди оставили что-то ценное. Это жадность, которая гнездилась в сердце самого царя Саула, поэтому тут идет прямое обвинение его. И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь и привел Агага царя Амалицкого, а Амалика истребил, народ же из добычи из овец и валов взял лучшее из заклятого для жертв приношения Господу Богу твоему в Галгале. То есть мы как бы себе ничего не оставляем, мы это взяли чтобы привезти в жертву Господу и отвечал Самуил, пророк отвечает царю Саулу, «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» Действительно, послушание выше поста и молитвы. И вот это определение вырастает из этой фразы. «Неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и долопоклонство за то, что ты отверг слово Господа, и Он, то есть Господь, отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Вот здесь мы видим, что верность Слову Божию выше жертв, поста, молитвы, выше всего, потому что воля Бога это воля того, кто является единым Господином в этом мире. По праву Творца Он единственный собственник во вселенной и все, что не существует, принадлежит Ему. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, то есть он нарушил не только повеление Господа, но он нарушил повеление Господа, которое ему было преподано через пророка, который является свидетелем всей этой ситуации. Далее Саул пытается себя оправдать, но я боялся народа и послушал голоса их, теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу Богу твоему, то есть в присутствии народа. Этому царю, нечестивому царю, ему хочется в глазах народа иметь поддержку церкви, ветхозаветной церкви в лице пророка Самуила. Сейчас тоже многие нечестивцы заигрывают церковь с одной целью получить такое внешнее как бы одобрение их кандидатуре, особенно во время выборов. И отвечал Самуил Саулу «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». А как же вот пророк Самуил вот так говорит, это как бы бессердечно. На самом деле, тот, кто отвергает слово Божие, искажает его, он заслуживает такого отношения. Тот же апостол любви, Иоанн Богослов в своих посланиях пишет, кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и даже не приветствуйте его. И обратился Самуил, чтобы уйти, то есть он разворачивается, чтобы выйти, пророк уходит и тут действие Саула, царя. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Схватился за одежду пророка, а так как пророк Самуил выходил очень стремительно, часть ткани оторвалась. Тогда сказал Самуил, ныне оторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды и не раскается верный Израилев, то есть Господь, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. Вот здесь мы видим, что действительно Бог абсолютно бесстрастен, он не меняет отношение к людям, на самом деле это мы, люди, меняем отношение к Богу. Бог ни от кого не уходит, как учат святые отцы. Это мы через грехи удаляемся от Бога, а Бог он вездесущий. Бог никому не приближается, как вездесущий. Это мы через раскаяние, через праведное деяние, через плоды покаяния приближаемся к Нему. А Бог это не человек, он не раскаивается, потому что он не человек, чтобы раскаяться ему. Поэтому вся вина лежит на самом человеке, и Саул виноват в том, что он неоднократно ослушался повеления Бога. Кстати, Бог сразу не наказывает человека. А вот за второе и третье преступление, наказывает, сказано у малых пророков. То есть, если человек совершил преступление, наказания не будет. А вот второе и третье, то есть, когда это преступление превращается уже в некую такую поведенческую линию, да, вот здесь уже будет наказание. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем и воротись со мною и я поклонюсь и Господу Богу твоему. То есть, он просит, проявляет заботу о том, как это все будет выглядеть перед людьми. Бог отверг его, а он думает, как вот перед людьми будет выглядеть, если они из этой палатки выйдут побросить. Пророк Самуил выйдет отдельно, Саул выйдет одиноко отдельно. И вот это показывает порочность его состояния. Он не может выстроить в своем сознании правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, что на третьем. Но это, похоже, единственное, что Самуил еще может сделать для него. И возвратился Самуил, то есть пророк Самуил за Саулом царем и поклонился Саул Господу. Такое ритуальное поклонение на глазах пророка всего народа совершает человек, который уже отвергнут Бога. Потом сказал Самуил, приведите ко мне ага царя Амаликинского. Пророк Самуил понимает, что если Господь сказал, что надо наказать этого человека, то это надо сделать. И подошел к нему Агак дрожащий и сказал Агак, конечно, горечь смерти миновалась, то есть он надеется, что если его сразу не убили, может быть, ничего такого не произойдет. Но Самуил сказал, как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. Оказывается, не весь Амалик был уничтожен. Мать этого Агага жива, как мы видим. То есть уничтожили были те, которые были осквернены и нечестивы. И далее мы читаем, и отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиву Саулову. То есть окончательное размежевание между пророком Самуилом и царем Саулом. И более не виделся Самуил Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. То есть чувство печали за Саула не покидает пророка Божия Самуила. И посмотрим, как об этом пишут отцы. Григорий Низкий в своем трактате против Евномия пишет «Божественное Писание часто может наделять Бога такими словами, что кажется, они ничуть не отличаются от наших». Здесь по поводу антропоморфизмов. Как, например, «Разгневался яростью Господь и пожалел Бог о бедстве и раскаялся, помазав Саула на царство, и кроме того, оно повествует о том, что Бог сидит в Писании, например, говорит, что Господь воссел на престол, стоит, движется, и о многом другом подобном, что по природе не может относиться к Богу, но не без пользы служит для устроения наставляемых, ибо указание на гнев сдерживает распущенных». То есть, как в Писании говорится о гневе Божьем, это может сдержать распущенных людей страхом. И Писание говорит, что Господь раскаивается в бедствии вместе с теми, кто нуждается в лекарстве покаяния, а раскаянием о Сауле показывает, что те, кто в благоденствии устремляются к бесчинству, не будут наслаждаться процветанием, даже если кажется, что оно от Бога. Вот это очень такая точная фраза. То есть, те, которые имеют высокое положение и должны, казалось бы, благоденствовать, но если при этом само это высокое положение становится для них самой целью, они все потеряют. И Саул это человек, который погнался за внешним, забывая о внутреннем. Блаженный Ироним Стридонский пишет, «Пожелал некогда и лот со своими дочерьми спасти свою супругу, отказываясь покидать охваченный пламенем Содома Гоморру и наполовину уже оказавшись в огне. Он пытался вывести ту, которую крепко держали ее прежние грехи. Но в отчаянии она потеряла самообладание, оглянулась назад и превратилась в памятник неверующей душе. И словно бы за утрату одной женщины страстная вера Лота спасает целый город Сегор. И верно покинув мрачные долины, где лежал Содом, он взошел на горы и солнце высияло над ним. когда входил он в Сегор или Малый город, так названный, потому что та малая вера, которую имел Лот, хотя и не могла спасти крупные города, но достаточно была для спасения малых. И Самуил, то есть пророк, некогда печалился о Сауле, царе, который не желал исцелять раны, гордости, лекарствам покаяния. И Павел печалился о Каринфинах, которые не хотели смыть своими слезами грязь разбрата. Итак, мы читаем, это шел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиеву Саулову, и более не виделся Самуил Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саул над Израилем. То есть скорбь не покидает сердце Самуила, он не мог равнодушно смотреть на эту ситуацию, что человек, по сути дела, созданный его руками, устроил мятеж против воли Бога и свою волю поставил выше воли Творца Вселенной. Творца Вселенной. Творца Вселенной. Творца Вселенной. Творца Вселенной.